И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Атаковать собираются русскоязычные чаты, блоги и форумы. Замысел таков. Агенты заходят на сайт, вступают в дискуссию, если заметят что-то, не соответствующее точке зрения правительства США, будут исправлять ошибки и давать ссылки на правильные документы. Это цитата Джеймса Глассмана. Впрочем, что значит правильные документы, да и вообще, как будут проходить подобные беседы, он не пояснил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Против России ведется работа. Думаю, что все присутствующие здесь со мной согласятся. Это работа информационная, это работа аналитическая, это работа имеет различные формы, но итогом ее является угроза территориальной, политической, экономической и еще какой угодно целостности России. Когда против нашей страны ведется информационная работа, у нас существует только два способа. Способ первый, это поднять лапки и сдаться. И посчитать, что властители мира будут по отношению к России более благосклонны и снисходительны, чем это есть сейчас. Ну и вторая форма реакции, третий я не вижу, может быть только сопротивление. Информационная борьба против той информационной атаки, которой подвергается России. Вообще я всегда сторонник называть вещи своими именами. Когда мы говорим слово тролль, то может быть у детей дошкольного возраста возникают ассоциации со Шреком, с какими-то сказочными персонажами, да? И появляется некий оттенок чего-то положительного в этом. Вот, мол, тролль какой-то, да? Потому что слово для обозначения человека, ведущего определенную информационную войну, выбрано, на мой взгляд, не очень точно. Но оно уже вошло в русский язык, и оно обозначает определенные явления, поэтому, наверное, будет правильно им пользоваться. Но при этом мне хотелось бы и вам, и тем, кто будет смотреть эту лекцию в интернете, дать некоторое пояснение. На самом деле это никакой не тролль. Этого тролля нужно называть пропагандистом. И тогда все вещи начинают называться своими именами. Все встает на свои места. Пропагандист. Под вашим постом в интернете пишет пропагандист. Блог в интернете ведет пропагандист. Отвлечь внимание от определенных идей, которые высказал автор какого-то блога, пытается американский пропагандист. И все становится понятно. Потому что мы должны с вами понимать, что в итоге вся пропаганда это желание разложить население противника. Ничего другого. Только разложение. Представьте себе такую аналогию. Война в соседнем окопе, в немецком окопе, сидит тролль, пропагандист и ведет пропаганду на российские, на советские, на Красную Армию. О чем он говорит? Он может говорить все что угодно. Но целью этого пропагандиста совершенно конкретная. Чтобы красноармейцы сдавались, убивали своих командиров, не выполняли приказов своего начальства, что в итоге должно привести к поражению Советского Союза и победы фашистской Германии. То есть какие бы хорошие слова не говорил этот пропагандист, он может говорить все что угодно. Он может выказывать беспокойство жизнью красноармейцев. Вот вы там сидите в окопе, вас плохо кормят, у вас комиссары там над вами издеваются, а здесь вот в германском плену вам выдадут теплую одежду, вас накормят. Вы Европу в конце концов посмотрите все. Она же объединенная. От Берлина до где-нибудь в 42-м году до Смоленска. Все единая Европа, один большой рейх. Купил себе билет на поезд и поехал в Париж смотреть. Смотрите как хорошо. А что для этого нужно? Возьмите листовку пропуск, сдайтесь. И все. Казалось бы, забота о человеке. А на самом деле желание своей собственной победы. Поэтому и к троллю нужно относиться не как к безобидному явлению интернета, как мухи назойливые, которые мешают что-то делать, которые отвлекают внимание. Нет, это сознательное явление, которое в итоге призвано ни больше ни меньше, как служить дымовой завесой для крушения, очередного крушения нашей страны. Очередного расчленения, очередного подчинения нашей страны Западу и выкачивания наших ресурсов туда. Потому что вот эта красивая жизнь, которую мы сейчас видим за границей, на Западе, она, во-первых, заканчивается, во-вторых, для ее поддержания постоянно требуется выкачивание каких-то ресурсов откуда-то. Сейчас больше выкачивать их неоткуда. Посмотрите, революция арабского мира, там, конечно же, борьба за ресурсами присутствует, но это второй, третий план. Что еще? Из Китая, ну, Китай и так свои человеческие ресурсы отдает путем продажи своих товаров задешево и низкой заработной платы. Где еще природные ресурсы можно забрать? Только в России. Каким образом? Крушением, расчленением, демократизацией, как это можно назвать. Вот что такое информационная война. Это очень серьезная вещь. Поэтому первое, что хотелось бы сказать, вот, какую форму приобретают сегодняшние тролли-пропагандисты. Они мимикрируют. Во-первых, под каждого потенциального слушателя-читателя есть своя форма тролля. Они такие, знаете, как амебы, принимают форму сосуда, куда их помещают. Если вы патриот, то тролль будет сочувствующий. Я бы сказал, что это один из первых важных вариантов, которые мне хотелось бы записать даже. Возьму для этого красный. Итак, первый тролль – сочувствующий. Итак, что такое тролль-сочувствующий? Что такое сочувствующий пропагандист? Который, знаете, он как бы наш. Он как бы за Россию. Но в то же время он проводит линию следующую. Страна, конечно, хорошая. Народ хороший. Но власть плохая. То есть, вот, все как бы здорово. Но вот это бы, вот что-то вот, поменять бы власть, и тогда стало бы все очень хорошо. Для того, чтобы понять лживость этой пропаганды, давайте вспомним ту пропаганду, которую вел Третий Рейх во время нападения на Советский Союз. Это потом они уже отбросили все, начали жечь деревни, убивать, грабить, угонять в Германию. То есть, пропаганда стала такая, отдельно от жизни. А поначалу что они говорили? Германия борется не с русским народом. Она борется с кровавым сталинским режимом. Убивайте ваших комиссаров и переходите к нам. Очень наглядная пропаганда. Мы не боремся с вами. Вот вы лично красноармейцы, вы нам очень симпатичны, вы угнетаемы. Мы пришли вас освободить. Эту пропаганду мы увидим, например, в Первую мировую войну, когда точно такую же формулировку использовала Антанта для пропаганды среди немецких солдат. Мы воюем не с немецким народом, мы воюем с кайзером. Из этого, кстати, напрашивается долгоиграющий вывод, который сочувствующий тролль и сейчас пытается донести до нашего пользователя интернета. То есть мы воюем не с вами, он разделяет народ и власть. Власть существует отдельно, и она априори для такого тролля плохая. Она плохая. А народ, он хороший. Давайте вспомним исторические примеры, чем эта пропаганда заканчивалась. Когда Антанте удалось путем многолетней пропаганды внушить немецкому населению, что лучшим выходом для Германии в Первую мировую будет капитуляция и отречение кайзера, потому что они же воюют с кайзером, а не с Германией, это закончилось Версальским миром, необыкновенным ограблением Германии, ужасами Веймарской республики и в итоге приходим Гитлера и новой войной. То есть население Германии было абсолютно обмануто. Ну, что касается пропаганды нацистов в Советском Союзе во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной, тут, я думаю, всем присутствующим особо объяснять не нужно. Лживость и те преступления, которые были совершены нацистами, собственно говоря, 27 миллионов наших сограждан погибло. Из них, если я не ошибаюсь, боевые потери Красной Армии, по-моему, 11 миллионов, что-то вот в таком духе. Значит, гражданских лиц погибло больше, чем военных. Что с ними случилось? Они были убиты теми самыми освободителями, которые пришли освобождать их от кровавого сталинского режима. Если вспомнить Наполеона, опять тот же самый термин. Наполеон-то шел освобождать русский народ от крепостного права. Не более, не менее. Он же нес свободу русским крестьянам. Только русские крестьяне были такие темные, что вместо того, чтобы целовать их, они их деревянными пилами распиливали и на вилы подымали. Но, что говорится, не ведет захватчикам с русским народом. Он все время не понимает их прелести и не понимает их пропаганды. Но, тем не менее, этот термин, вот, сочувствующий тролль, он очень активно развит в интернете. Значит, второй тролль, который присутствует в интернете, даже, опять, давайте назовем его пропагандистом, это отрицающий. То есть, это вражина такая, уже, что называется, без маскировки. Этот человек называет нашу страну рашкой. Он говорит, что она никчемна. Он говорит о том, что она не имеет права на существование. Он отрицает ее историю, отрицает ее культуру. Отрицает все. В принципе, он отрицает ее право на существование. Страна никчемная, ничего хорошего никогда не делалось. Мучили себя и других. И, в общем, если перестанет существовать эта страна, то всем будет хорошо. В первую очередь, ее гражданам. Опять же, такой тролль пытается разделить народ и власть. Но разделяет он менее умело, чем тролль сочувствующий. Он говорит, что народ плохой, власть, она еще хуже. Ну, потому что в России ничего хорошего, в принципе, быть не может. Это же сосредоточение пороков и, в общем, ад на земле. Поэтому, в некотором смысле, такой тролль даже объединяет народ и власть. Но, все равно, власть у него хуже. То есть, если первый сочувствующий пропагандист в итоге нам пытается такую дилемму внести. Страна хорошая, власть плохая. То второй старается поселить максимально возможное уныние в нас. И говорит, и страна плохая, и власть плохая, и все плохое. И будущего нет, и вообще ничего нет. Какой пример вот этих отрицающих пропагандистов можно сказать? Ну, по сути, если подсочувствующих работали нацисты, то отрицающие это террористы. Им Россия вообще мешает. Они хотят построить какой-нибудь халифат. И для этого Россию нужно уничтожить. И поэтому она никчемна, она бесполезна, и нужно с ней бороться. Вот, собственно говоря, основные тезисы, которые эти пропагандисты доносят. То есть, фактически, вот это два основных вида, которые мы видим в интернете. Третий вид, это тролль, скажем так, и пропагандист несознательный. То есть, если два этих, безусловно, находятся на содержании Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, о чем, собственно говоря, есть уже масса публикаций и объявления, в том числе, даже в российских газетах были, зарплату предлагали неплохую, 82 тысячи рублей. По нынешним временам очень хорошая, тем более, что надо не станки таскать или там вагоны разгружать, да, а всего лишь писать какие-то вирши. Но для этого, конечно, нужно, чтобы у человека не было совести, поэтому не думаю, что уж набор этот был очень большим. Тем не менее, это факт. То существуют люди, которые вольно или невольно играют на поле противника и помогают ему эту пропаганду вести. Опять же, для понимания, давайте перейдем к категориям военного времени, к категориям Великой Отечественной войны. Были так называемые трусы, паникеры, дезертиры. Может быть, они дезертировали совершенно искренне, да, если так можно сказать. Они распространяли панические слухи о прорыли колонн немецких танков не для того, чтобы Красная Армия потерпела поражение. Но, тем не менее, они вносили дезорганизацию в ряды войска и фактически помогали противнику победить и помогали Красной Армии потерпеть поражение. Поэтому с ними боролись, расстреливали на месте и всячески выводили из оборота. Точно так же и третий вид, я бы его так назвал несознательный. То есть несознательный пропагандист противника, он, тем не менее, в интернете присутствует. И вот это является единственным контингентом за сердца и умы, кого из пропагандистов можно побороться. С этими двумя спорить бессмысленно. Убеждать их в чем-либо бессмысленно. Опять возвращаемся к военной аналоге. Представьте себе, что в соседнем немецком окопе сидит перебежчик Красной Армии, который из рупора предлагает красноармейцам перебегать на сторону немцев. Даже если вы возьмете большой рупор и будете ему рассказывать о преступлениях нацистов, вызывать к его патриотическим чувствам, напоминать ему, что у него дома где-то семья ждет, мама, сестра, дети, то он не перебежит из немецкого окопа обратно. Потому что этот человек сделал свой выбор, он предал родину, и назад ему хода уже нет. Взывать к его совести, бить его аргументами абсолютно бессмысленно. Поэтому это очень важно. Почему это важно? Мы должны с вами понимать, что комментарии, наши статьи, обращения к уму, чести и совести читателей интернета, к их разуму, мы пишем не для этих двух категорий. Мы пишем для их читателей. Мы пишем для тех, кто читает комментарии вот этих категорий. Но не для них. С ними бесполезно разговаривать. Когда вы общаетесь с таким иностранным пропагандистом, вы просто представьте себе, что за некой картинкой там сидит не миловидная девушка или какой-нибудь парень, а сидит человек в погонах. И сидит где-нибудь в конкретном интернет-центре американской армии, одновременно управляя там двадцатью-тридцатью персонажами с различной биографией, которая у него есть. И больше ничего. Меня тоже в свое время некий скепсис одолевал по поводу того, что все это существует, что может быть придумывают. Но, во-первых, реальные объявления о наеме на работу были. Это факт. От этого никуда не деться. В-третьих, я на себе испытал работу этих пропагандистов. Когда критиковать, писать под моими постами начали люди или не люди, скажем, пропагандисты, с очень разными оболочками. При том, что самое интересное, на мой взгляд, между ними не может быть никакого контакта. Ну, например, есть пропагандист, такой либерально-американский. Он критикует с точки зрения, ну что это все глупости, все, что в данном случае пишет автор. Есть же цивилизованный мир, и там все нормально устроено. Ну, вот, все это конспирология, все это глупости. Появляется второй тролль. У него оболочка патриотическая. И он начинает критиковать того же самого автора за прямо противоположное. Этот автор куплен Государственным департаментом Соединенных Штатов, куплен жидомасонами, и поэтому он маскируется под национально и патриотически мыслящего автора, а на самом деле он проводит нужную американцам, значит, политику. А потом, листая интернет, находишь блок вот этого самого патриота, который дает, псевдопатриота, конечно, который дает ссылки на блок псевдолиберала. Как такое может быть? Их тошнить друг от друга должно. А они занимаются таким кросс-промоушеном. Почему? Потому что все это одна команда. Каждый играет определенную роль. Может, это вообще даже один человек, который вот в рамках там своих 10-15 персонажей ведет эту работу. Поэтому относитесь к ним не как к людям с конкретным заблуждением, особенно вот к этим двум. Это некие роботы пропагандистской войны и больше ничего. Поэтому наша задача показать, что это пропагандисты Запада, показать то, что это пропагандисты платные, что никакой объективности они с собой не несут, и сделать это определенными методиками, которыми я хотел бы с вами сейчас дальше поделиться. Значит, есть определенный механизм работы этих пропагандистов. Он, вы с ним всегда сталкиваетесь. Вы его увидите каждый раз. Для того, чтобы сбить человека с толку, нужно бить на эмоции. Вспомните, опять же, паникеров, дезертиров, война. Все пропало, танки идут, бросайте оружие, все побежали. Собственно говоря, у немцев был даже специальный полк Бранденбург, диверсионный, который занимался тем, что не только перерезал провода и убивал офицеров, а отдавал неправильные команды, сиял панику в тылах Красной Армии, особенно в первый период июня 1941 года. И, на самом деле, достигал достаточно больших успехов, потому что немцы за 350 километров от границы захватывали мосты. Именно таким способом, сея панику, маскируясь под красноармейцев и так далее. Так вот, тролли современные работают точно так же. Они стараются бить на эмоции. Потому что, если вы сможете человека погрузить в область эмоций, у него отключится рациональная часть. Он не сможет рационально и критически воспринимать ту информацию, которую эти тролли в интернет вываливают. Поэтому первое, что они делают, это бьют на эмоции. Давайте поменяем. Это очень важный момент работы, наверное, самый важный, это эмоции. Эти эмоции могут выражаться по-разному. Я в свое время назвал их все пропальщиками, но здесь нужно отделять, конечно же, простых пользователей интернета, которые поддаются этой панике от пропагандистов, которые эту панику сеют. То есть, эти эмоции, они стараются сеять под любым постом, под любой статьей, которая напечатана. Ну, например, печатается статья о событиях в Ливии. Говорит, да что вы про Ливию? Ведь в соседнем отделении милиции ногами забили парня. И ссылка на какой-нибудь живой журнал. Что нормальный человек в этой ситуации сделает? Ну, кому, какому нормальному человеку будет симпатичная ситуация, когда какого-то человека забили ногами в каком-то правоохранительном заведении? Естественно, это вызывает возмущение любого нормального человека. На это и есть расчет. Дальше человек идет на это ЖЖ какой-нибудь или там на сайт, читает эту информацию и достигается несколько целей. Во-первых, он эмоционально накачан, он перестает рационально воспринимать эту информацию, дальше он может ее распространять. И я очень часто сталкивался с этой ситуацией, вот когда произошли трагические события с убийством спартаковского фаната и какой-то недоумок следователя отпустил убийц, да, вы помните эту ситуацию, это реальная ситуация, сейчас, слава богу, их арестовали, через некоторое время их поймали, но не всех, часть объявили в розыск, и тут же мой сайт был буквально засыпан ссылками. Кто-то опубликовал, что главный убийца, подозреваемый, отпущен на свободу, и не просто, а за ним прилетел руководитель той Кавказской республики, национальность которой, собственно говоря, принадлежит этот возможный преступник, и его отпустили на поруки, потому что руководитель республики, значит, вот в милиции об этом сказал. И ссылки на какой-то такой сомнительный ресурс. Я, естественно, не публиковал эту информацию, но пытались еще, еще, еще. Через некоторое время выступил пресс-секретарь правоохранительных органов, я уж не помню, кто конкретно и заявил, что все это вранье. То есть, в этот момент раскачать еще больше ситуацию. Почему мы с вами понимаем? Тогда были события на Манежной площади, нужно было довести максимально до крови, вызвать ненависть. Да что ж такое, опять отпустили. Вот, вот, вот. То есть, тут нужно понимать, каким образом они работают. Так, эмоции, это очень важно. Это вот номер один, что они делают. Значит, второе, что хочется отметить, пропагандисты всегда говорят в общем. Они всегда говорят общие вещи. даже если они ссылаются на что-то конкретное, говорят общие. Да что вы опять про свою Ливию, ведь тут же полный беспредел. Вот, забивают ногами и опять дальше. То есть, вроде бы привели конкретный пример, но обобщили. Да все же плохо. И опять говорят совершенно о другом. Вот, кстати, переключение на совершенно другой вопрос, это один из первых признаков работы конкретного пропагандиста. Потому что нормальный человек, он все-таки анализирует материал, который у него перед глазами и участвует в дискуссии на основе этого материала. Пропагандисту же нужно отвлечь внимание от материала и в итоге создать негативные эмоции к России, ее руководству, к ее истории, героям и так далее. Третье, что они делают. Критикуют основополагающие вещи государства. К месту и не к месту. Да что вы пишете про Ливию, где погибло тысяча человек, когда кровавый палач Сталин уничтожил сто миллионов? Да, все, ушел в сторону, опять негатив истории, отвлек внимание от какого-то момента, ну, то есть, я, конечно же, несколько утрирую сейчас, но, в принципе, все происходит именно так. из методики работы этих самых платных пропагандистов и вытекают те методы противодействия им, которые мы с вами должны хорошенечко освоить. Вот давайте мы сейчас отчеркнем это и перейдем, собственно говоря, к методам противодействия. Все ровно наоборот. Если они бьют на эмоции, значит, мы должны их вернуть в область фактов и реальности. Как это сделать? Очень просто. Пропагандист уходит в эмоциональную сферу. Что-то произошло, кого-то убили, кровавый палач Сталин убил 100 миллионов людей. Первый вопрос. А откуда вы это знаете? Почему вы решили, что это так? Каков источник? Обычный источник это какой-то ЖЖ какого-то человека. Почему ЖЖ? Потому что ЖЖ первый ресурс, который они раскручивали. Кроме того, ЖЖ принадлежит англичанам. Что является источником? Спросите этого пропагандиста, задайте вопрос. Но помните, что вы пишете не для него. Вы пишете для тех, кто будет читать ваши комментарии, вашу полемику с ним. Его убедить невозможно. если вы загоните его в угол, на следующий день он придет и все начнется с того же места. Он никогда не признается у поражения, потому что его лишат за это премии и могут уволить. Поэтому объективности никакой нет. Вот это очень важный момент. Поймите, в информационной войне нет объективности. Вот самый главный пример, который напрашивается здесь, это безобразные репортажи российского телевидения о первой чеченской войне, когда федеральные силы и сепаратисты. То есть мы с вами как бы зрители, там какие-то федеральные силы с какими-то сепаратистами воюют, а мы вроде как бы наблюдаем. Нормальный термин какой? Российская армия и бандформирование и потом уже стали говорить так. Так же как сегодня они говорят что? Войска лояльные Каддафи, армия Каддафи, что такое армия Каддафи? Есть ливийская армия, есть армия Ливии. У Каддафи нет никакой личной армии. Но нельзя же как это будет выглядеть? Армия Ливия отступила после нападения бандформирований. Нехорошо. А войска Каддафи оставили город после атаки повстанцев. Совершенно другой эффект. А рассказали об одном и том же событии. Поэтому использование каких-то терминов, но об этом мы говорили с вами в другом месте. Значит, источник. Почему мы должны ему верить? Как называется этот источник? Почему мы ему верим? Что это такое? ЖЖ какого-то человека? Он кто? Он знает это? Откуда? Что? То есть сразу выводить в область конкретных фактов. Потому что в любом случае источник, на который они ссылаются, этот источник называется одна бабушка на двое сказала. Только у этой бабушки может быть десять имен. Точно так же, как когда опровергают мою книгу про кризис, ссылаются на ЖЖ человека, имя которого нам неизвестно, уровень образования нам неизвестен, как его зовут, он не признается. Я опубликовал статью об этом сейчас на своем блоге, и там он в дискуссии с читателями участвует. Его просят представьтесь, он говорит, я не могу представиться. Я боюсь, потому что у меня родственники в России есть. То есть, видимо, интернет-убийство произойдет, если он представится. То есть, выводим на конкретику, да? И тогда накал страстей сразу спадает. Второе. Вообще, универсальный способ это задавать вопросы. Я всегда вам говорю, всегда повторяю, и эту методику обязательно надо взять на вооружение. В любой политике, в любой дискуссии, на телевидении, на радио, в интернете запомните одну вещь. Задавать вопросы всегда проще, чем на них отвечать. Поэтому, если вы хотите перехватить инициативу пропагандиста, не отвечайте на его вопрос, а задайте вопрос ему. Ну, условно говоря, начинается тема о том, что руководство России продало всю Россию по частям оптом и в розницу, армию развалили, все, ничего не осталось. Задайте ему вопрос, а зачем руководство России, которое находится у власти уже 10 лет, избрало такой сложный и трудный способ продажи Родины? Почему было в 99-м году просто не сопротивляться бандам Басаева, дать возможности заполыхать дальше по Волге, Татарстану, другим мусульманским регионам, и в итоге Россия бы развалилась? Зачем нужно было все это подавить, провести вторую чеченскую кампанию, привести к власти Кадырова, который навел практически порядок у себя, бороться с бандформированиями в других республиках, бороться с террористами, зачем в конце концов нужно было защищать Южную Осетию? Можно было ее просто не защищать, и тогда бы ситуация была бы очень печальная. На Кавказе, как известно, это не секрет, уважают силу. Ну, вот такая ментальность этих людей. Силу уважают везде, но кавказцы относятся к ней с особым пиететом. Если бы Россия не защитила своих граждан Осетин в августе 2008 года, на Кавказе бы перестали уважать, и заполыхал бы Кавказ еще больше. Так можно было просто ничего не делать, совещаться, слать гневные ноты, собирать совещания в ООН, и все, и Россия бы, возможно, не встала. Ведь дальше ситуация могла развиваться как угодно. Вот, пожалуйста, я гипотетически нарисую вам возможность, которая могла быть в августе 2008 года. Это операция «Чистое поле» проводится до конца, Осетины уничтожаются, территориальная целостность Грузии, как говорит ее президент, восстановлена. Но во главе Грузии стоят же демократические силы, они понимают, что Осетинам нужно свое государство, и поэтому они готовы предоставить автономию, а то, может быть, даже отделить Южную Осетию из состава Грузии. Но при одном маленьком условии, если Россия выделит Северную Осетию из своего состава. Но ведь эта демократическая инициатива должна найти понимание у руководства России. То есть давайте мы отдаем Южную Осетию и Северную, и получается маленькое независимое осетинское государство. Что это такое? Это первый этап распада и расчленения России. Поэтому, возвращаясь к этим пропагандистам, задавайте им вопросы. Зачем нужно так делать, если можно просто не сопротивляться в августе 2008 года? Ответ на этот вопрос рационального сказать не смогут. Дальше. задавая вопросы, дискутируя в кавычках с этим пропагандистом, понимайте свою главную задачу. Ваша задача, опять же, для третьих лиц, к которым мы обращаемся, выставить тролля смешным, глупым. И самое главное, заставьте его отрицать очевидные вещи. Если вы из области эмоций переходите в область фактов, а он начинает эти факты отрицать, он проиграл. Потому что читающие эти комментарии будут понимать, что что-то этот человек, что-то с ним не в порядке, если он отрицает совершенно очевидные вещи. Поэтому юмор это очень хорошая штука в борьбе с ними. И переход в область фактов с попыткой заставить их отрицать факты. Если вы начинаете задавать вопросы, они должны на них отвечать. Потом обязательно нужно возвращать вот этого товарища в ту тему, о которой идет дискуссия. то есть если мы говорим о событиях в Ливии, то не нужно рассказывать о преступлениях, совершенных каким-нибудь сотрудникам правоохранительных органов в одном из наших городов. Эта тема важная, нужная, интересная, но мы поговорим об этом в другом посте. Здесь мы обсуждаем события в Ливии, там еще что-то, еще что-то, крушение доллара потенциально, или еще что-то. То есть нужно возвращать в тему, они все время пытаются с какой-то темы соскочить. Пятое. Очень часто им используется такой прием, как, как известно, его нельзя пропускать, потому что, как известно, дальше они заводят дискуссию в нужное им русло. Что такое? Как известно, в Ливии у власти диктатор, и поэтому народные массы Ливии восстали против кровавого режима Каддафи. Откуда это известно? Были какие-то, опять же, переходим к пункту второму, задаем вопросы. Но вопросы с источником. Откуда это известно? Кто оценил Муамара Каддафи как диктатора? Были приговоры международных трибуналов. Каким образом у этого диктатора был советник, бывший премьер-министр Великобритании? И так далее. Все, да, термин разбили. Потому что, если вы согласились с ним, что он диктатор, вы дальше начинаете бороться уже на другом уровне, доказывая, что пусть он диктатор, но вторгаться в страну нельзя. И вы даете уже какие-то козыри. Это надо сразу первый тезис опровергать. С чего вы взяли? Этого нет. Дальше. Если вы уверены, что перед вами находится пропагандист, так и напишите. Это очень хорошо действует на тех, кто будет читать ваши посты. Но злоупотреблять этим не надо. Потому что, если вы назовете, скажем так, честного пользователя интернета троллем и пропагандистом, то к вашим словам будут относиться с меньшим авторитетом и вниманием. Да? Если вы уверены, так и напишите. Написать это можно в виде комментариев. Дорогой мой, вы так скачете, что у меня есть сомнения, а точнее, сомнения у меня нет. Потом вы даете ссылки на ЖЖ какого-то человеку, который я точно знаю, что тролль, ну и так далее, и так далее, и так далее. Очень хорошо здесь ирония может быть использована. Если вы напишите, например, дорогой, что-то вы плохо работаете, отрабатываете свои деньги, может, нарисуете ему улыбочку, что скоро вас уволят. И, может, вы тогда поймете больше доведенных до отчаяния ливийских крестьян, когда лишат вашей госдеповской зарплаты. Собственно говоря, полезным будет для вас, как для блогеров, вести учет троллей. Как вести? Об этом мы поговорим, так сказать, в технической лекции, в которой будем говорить о том, как это делается. То есть, учет нужно их IP-адресарить. Тогда вы будете видеть, что человек один и тот же. Потому что очень часто я это вижу, например, в своем журнале. Если я вижу какого-то пропагандиста и я вижу, что он начинает писать гадости, оскорблять, то я использую уже самый последний метод, который можно использовать. Это бан. Но его можно использовать, естественно, только в своем ресурсе. В этом нет никакого нарушения свободы слова. Потому что давать возможность вражескому пропагандисту свободно вести пропаганду не всегда целесообразно. Если вы видите, что этот человек ведет постоянно дискуссию не туда, его можно забанить. А дальше вот последнее изобретение троллей, что они делают? Пишут какую-нибудь гадость, получают бан, дальше регистрируют новый ЖЖ. Ну, опять же, технически, как посмотреть дату регистрации, это все отдельный вопрос. И вот зарегистрировав ЖЖ, через 15 минут они появляются на сайте и пишут, я писал под таким-то ником, а меня, значит, злодей-тиран, и этот самый забанил. Причем, бана, может быть, даже и не было. Это необязательные условия. Вы поймите, что врать могут все, что угодно. И говорят, меня забанили, потому что меня боятся, там, здесь очень уместно задать ему вопрос, дорогой мой, а что вы через 15 минут после регистрации сразу сюда? Но если вам тут так плохо и одиноко, что вы тут делаете? Это, кстати, очень хороший вопрос. Не нравится вам? Не согласны вы? Ну, что же вы себя так мучаете и не бережете? Есть много других сайтов. Идите на сайт Эхо Москвы, идите на сайт Каспарова. Там такие, как вы, пасутся. Пожалуйста. Зачем вы сюда идете? Ответить на это сложно, потому что если человеку что-то не нравится, то только маньяк может раз за разом идти, зарегистрировать новый ЖЖ, чтобы написать две строчки. Ну, зачем, да? Сразу выдается его платность, его ангажированность, его его сущность, собственно говоря. Если вы будете вести вот этот учет с IP-адресами, вы сможете сразу видеть, что это один и тот же человек. И потом это будет полезно, например, через некоторое время опубликовать, что вот один человек, один пропагандист, смотрите, заходил ко мне там под десятью никами, под десятью адресами, да? То есть он либо маньяк, либо тролль. Другого варианта как бы нет. На самом деле, конечно, все все виды троллей можно описывать неделями. Способы борьбы с ним безусловно мы все сегодня не охватили, они, конечно же, будут дополняться. Я очень прошу всех тех, кто умеет это делать, обязательно написать, чтобы эта методика постоянно пополнялась. Но хотелось бы еще сказать несколько интересных моментов. Вот, например, один из читателей прислал мне свой способ борьбы с этими платными пропагандистами. Значит, делает он не на своем ресурсе, у него этого ресурса еще нет. Везде, где он видит такую работу, он пишет одинаковый текст. Ну, здесь можно, конечно, более творчески подойти, текст несколько разнообразный. Текст такого содержания, что Госдепартамент Соединенных Штатов выделил столько-то денег для работы в интернете. Значит, Госдепартамент Соединенных Штатов давал объявление о наборе блогеров. И ссылочка на материал, где подробно рассказывается не его материал, о том, какая зарплата у этих блогеров, как их набирали и так далее. Конечно, это тоже, я думаю, приносит достаточно серьезную пользу. Но самое главное, вот еще раз хочу акцентировать внимание, помните, что вы пишете не для борьбы с троллями, точнее, неправильно сказал, вы пишете не для троллей, вы пишете не для самих пропагандистов, вы пишете для тех наших граждан, которые, находясь в плену определенных иллюзий или не находясь, могут в этих иллюзиях запутаться. То есть, вы пишете для простых, обычных граждан. Поэтому мы с вами сейчас прошли, скажем так, одну из частей, одну из составных частей информационной борьбы в интернете. Она, как и борьба на фронтах войны, имеет оборону, имеет нападение. Мы сейчас с вами больше говорили об обороне, потому что мы что-то делаем, они приходят и мы от них отбиваемся. Но должна быть обязательно, обязательно должно быть нападение. А нападение это публикация материалов. Нападение это посты, это статьи, это продвижение патриотических блогеров и патриотических блогов. И про нападение, про то, как писать, мы поговорим с вами на следующем занятии. Я постараюсь поделиться какими-то своими маленькими писательскими хитростями, насколько они у меня присутствуют. Как писать, что писать, здесь никаких секретов больших нет, потому что обратите внимание, что мы заседания и занятия нашей школы блогеров открыто выкладываем в интернете. У нас чистые руки, у нас чистые цели, нам нечего скрывать. Например, похожая школа блогеров была полтора года назад открыта на их Москве. Кто-нибудь когда-нибудь видел записи занятий? Конспекты учеников? Нет. А с учениками в интернете наверняка встречался. Просто они не обозначают. В уголке где-то там эх, Москвы, выпускник, дипломчик не рисуют. И это большая разница. Потому что когда нечего скрывать, тогда можно записывать, можно выкладывать. Если же ведется подрывная деятельность против своей собственной стороны, конечно же, не рекомендуется выкладывать такие конспекты в интернет, для того, чтобы с ними не могли ознакомиться компетентные органы. оборона и нападение. Вообще информационная война ничем не отличается по большому счету от обычной войны. Но про то, как писать, мы с вами поговорим на следующей лекции. Здесь каждый гений хоть умнит, что он дурак. Здесь рождены великие таланты. Поэт Всемирный Прадед Чей Араб Гусар Денис России Аксельбанды Здесь адмирал Триумфа Ушаков Чей лик Святым Причислен Был Потомком И Доктор Даль Магистр Русских Слов И Воснецов В своем узоре тонком Это Родина Моя Ту Березы Тополя Земля Русская Тропка Узкая В Заповедные Края Всех Перечислить Что На небе Звезд Наверно Просто Даже Невозможно Невозможно Но Что Порой Обидно Мне До Слез Что Чтим И Тех Кого Совсем Не Нужно А Кто За Русь Святую Жизнь Отдал За Нас Тобою За Сестру И Брата И В Голос Нам Спасение Звучал Забыть О них Мы Не Считаем За Утрату Это Родина Моя Тут Березы Тоболя Земля Русская Тропка Узкая Заповедные Края Так Стань же Друг И Победить Друзей Ведь Им Совсем Не Нужно Много Слов Есть И Высовский И Потроп Сергей Надеюсь Тебя Слышит И Тальков Умом Россию Точно Не Понять Был Прав Поэк В душе Загадка Это Они Тут Пора Тебе Узнать Земля Где Ты Живешь Душа Планеты Это Родина Моя В душе В душе Березы До Поля Земля Русская Тробка Узкая В заповедные Края Здесь Каждый Гений Хоть и мнит Что он Дурак Но Дуракам Закон Земной Не Писан Закон Иной Живет В наших Сердцах И он Нам Дан Поверьте Свыше Это Родина Моя Дух Березы Тополя Ох Тополя Зебра Русская Тробка Узкая Заповедные Края Это Родина Моя Это Родина Дух Березы Тополя Ох Тополя Зебра Русская Тробка Узкая Тополя Заб set Нас Прочно Надо Подел Нас Хорошо, что у нас есть родина, да?